Всем доброе утро! У нас у нас сегодня пасмурное, дождик был, а вчера у нас такой был ливень. Я кусочек сняла, поставлю вам, покажу. Прямо такой ураган-ураган у нас был. Сегодня у нас похолодало. Значит, что? Началась осень. У нас налетела буря. В общем, кошмар. Обещали дождик побольше, но как получилось. Вот такая у нас погодка. Чтобы сильный дождь, я не могу сказать, просто сильный ветер. А там, смотрите, что творится. Как в тумане. Это погодка. Сильный ветер. Она пришла к своим цветочкам. Ой, расстроилась. В общем, мой эксперимент, наверное, провалится. Я, кстати, еще два, вот один и маленький еще, еще два стебелечка поставила. Потому что один листик я уже выбросила. Эти вот что-то с ними не то. Там уже как плесень какая-то пошла. Надо будет убрать сейчас. В общем, не знаю, что с этими цветочками, гортензиями получится. А вот здесь из всех, которые взошли, помните, я сажала черный перец. Вот только один росточек остался. Ну, вот так. Вот такая у меня оранжерейка. Оранжерейка. Ну, наверное, скоро ей придется уже идти в дом. Тут уже листики желтенькие появляются. Ну, надо будет все почистить. Сейчас пойду, как обычно, пить кофеек. Кстати, вчера дождь пошел. Мы хотели пойти погулять и зайти там в магазин что-то купить на завтрак. Ну, дождь все помешал. Сейчас не знаю, с чем я буду пить кофе. Посмотрю, что там у меня есть в холодильничке. А на градуснике у нас 19. Ну, по ощущениям, на улице прохладненько. Народ одевается потеплее. Я смотрю, прям в теплых таких толстовочках люди идут. Нашла в холодильнике шоколадочку. Вот, сейчас попьем кофе. Славик говорит, наверное, пойдем. Погода, говорит, хорошая. Погода хорошая. Ну, ничего страшного, что там дождик идет. Пойдем, говорит, прогуляемся. Ну, нам надо пойти, потому что надо кое-что подкупить. Что-то закончилось. У меня лекарства закончились. Сегодня нужно было утром выпить. Вчера хотела пойти в аптеку, купить лекарства. Ну вот, не пошли из-за погоды. И теперь осталось утром. Ну, так что, сейчас у меня уши заложены. Ну, ничего. Так, сейчас я не хочу шелестеть. Сейчас я отключусь и включусь. Потому что шелестит фольга, чтобы открыть шоколадку. Так, шоколадочку открыла. Вот с такими орешками. Ну, мне этого будет достаточно выпить. Мою огромную, огромнейшую могу сказать. Сейчас покажу вам. Ну, как обычно, собственно говоря. Вот эту огромную чашку кофе. Кстати, не знаю, может быть, надо уже переходить и на чай. Подумаю, подумаю. Хотя я люблю тоже чай. Ну, как-то вот так вот привыкла. Утром чашка кофе, утром чашка кофе. Может быть, нужно уже и что-то менять в своей жизни. В общем, сейчас я пью кофе. И, наверное, мы соберемся со Славочкой. Пойдем, пройдемся. Там у нас сейчас. Ой, такие акции. И в Авроре акции. И в Сильпо акции. И в АТБ акции. То лишь бы только деньги. Везде одни акции. Ну, пройдемся, посмотрим. Сейчас я пока буду пить кофе, подумаю, что нам нужно купить. Напишу маленький списочек. Я стараюсь всегда идти в магазин, чтобы у меня был маленький хотя бы список. Конкретно, что мне нужно покупать. Потому что приходишь в магазин, то увидел, то увидел. Надо, не надо. В общем, поэтому нужно идти со списком. Я давно еще, как бы, всегда пользовалась. Кстати, у меня в телефоне есть приложение, называется Купи батон. Я там все записываю. Это мне когда-то Любаша, моя Любочка, если ты смотришь. Привет, моя дорогая. Любаша мне посоветовала. Очень полезное приложение. Во-первых, телефон всегда при тебе. И так вот, что-то вспомнил, раз-раз написал. Что-то вспомнил, раз-раз написал. Потом купил, вычеркнул. Очень удобное приложение. Поэтому сейчас пока буду сидеть пить кофе. Сделаю небольшие себе заметочки, что нам нужно купить. Ну, встретимся с вами уже на улице. Может быть, даже и в парке. Это мой хвостик. Никуда от меня не отходит. Я тут подошла к компьютеру. Села посмотреть, какие там новости, все. А она тут, как тут, сидит рядом со мной. Рядом с мышкой. Да? Да и Вей. На улице у нас моросит. Такая вот. Собрались идти в магазин. Ну, Славик говорит, ладно, уже пойдем после обеда. Моросит. Моя девочка. Моя хорошая. Моя любимая. Сейчас она ко мне на руки прыгнет. Но не надо. Не надо, не надо. Ты моя лапусечка. Ты моя девочка хорошая. Надо сегодня пойти и обязательно купить когтеточку. Такую, как досточка. Потому что все те, которые у нее здесь в наследство нам достались, она не хочет там точить. Только та, которая на полу лежит, но она уже сильно истертая. А купить новую, она дорогая. Там где-то 800 гривен. Ну, в общем, пока мы на такие траты не готовы. Поэтому хочу купить. Я видела там самая дешевая. Полно 106 гривен. Вот. Купим такую досточку. Там есть такие дырочки. Можно будет на веревочку где-то к чему-то ее привязать. Потому что квартира не наша. Прибить к стенке мы не сможем. В общем, что-то будем думать. Ей хочется точить ногтики, чтобы именно встать в стоечку и вытянуться. Вот тогда она точит. Но опять-таки, те, которые у нее круглые. Сейчас я вам покажу. Ну, тут это уже такая. Порвалась вот эта вот когтеточка. Но она что-то с ней никак не дружит. Никак. Вот единственное, она вот здесь точит когтики. Но тут уже все почти, вот видите, все как бы исцарапалось. А новую покупать недорого. Пока дорого. Дождик моросит. Ну, пойдем уже после обеда. Все равно в магазин идти надо. Возьмем зонтики и пойдем. Наконец-то мы выбрались со Славочкой. Дождик не моросит. Ну, погодка осенняя. Хорошая погода. Ну, никто не говорит, что она плохая. Не жарко. Не холодно, не жарко. Не холодно. Ой. Это градусов 18. Да, кстати, сегодня утром было 19, а сейчас, я смотрю, уже меньше стало. Немножко как опустилась температура. Так, прямо пойдем. Да. Сейчас, наверное, сначала в Аврору, да? Потом в Сильпо. Да. Потом в АТБ. Да. Ты на все согласен. Все машины в дождики. А эта сухая, откуда-то приехала. Смотри. Наверное. Совсем сухая. Наверное. Нет, она чуть-чуть прыгает. Чуть-чуть. Ой. Чуть не упала. Чуть не считали. Нет, да? Площадки детские пустые, детворы нет. Все. Кто где? По домам. Розовое такси. Ну. Идемте дальше. А зачем тебе светлый? Тебе же темный нужен. Это светлый. А тебе нужен темный. А вот этот зеленый, посмотри, крайний. Я смотрел. Черный. Что у тебя тут такое? Это ручка. Пришли мы в Аврору. А тут столько скидок. Слава купил кукуму, как обычно. А вот Слава. А вот можно было проверить. А ну я не жду. Мурки до следующего года не доживут. Косметика. Ну, скидок много. И цены. Бери не хочу. Открылось новое заведение у нас. С красивыми цветочками. Славик говорит... А, да, точно, бургеры. Славик сегодня одел спортивные брюки. Все время в шортах, в шортах. А теперь говорит, зачем я одел? Жарко, мне жарко. Ну вот, уже все. Осенняя такая погодка. И людей не очень даже и много. Мы были только что в сельпу. Хотели по акции купить филе. А в них там что-то не получается. В компьютере цена была большая. Теперь маленькая не пробивается. Ну, идем дальше. У нас такой прогулка, обход по магазинам. Сейчас пойдем еще в АТБ. Посмотрим. Везде одни акции. Я же говорю, лишь бы только деньги. Пожалуйста, берите, что хотите. Везде акции. Да, ветерочек дует. Так вот, прохладненький. Но хоть не моросит. Потому что первую половину дня моросило. Итак, то больше, то меньше. Ну, а сейчас просто ветерок. Немножко вам парк наш покажу. Но все как обычно. Мы без парка никуда. Славика только на специях можно найти. Где специи, значит, там и славик, да? Кума 13,60. А я взял по 4 или по 6? По 4. Я не знаю. Надо посмотреть будет по чеку. А что тебе тут еще надо? Вот хотел паприку копченую, но 19 гривен. А у нас, по-моему, была копченая или не была? Может быть, где-то есть. Но это со скидкой уже. Копченая. Я понимаю, но это со скидкой 19,50. Я видел в ЭТБ, в этом, в Сильпо 19. Мы сейчас ходим там, посмотрим. Там уж только из Сильпо. Ну, хорошо. Нет, не в Сильпо. В Новус ходим. А, в Новус. Ну, это не сегодня уже. Не сегодня. Так, вот это вот приправа интересная. Я смотрела, пользуется вот этой вот цибулей. Кто? Ну, эти, на кулинарных каналах. Но тут не только цибуля, тут все, тут смесь. Цибуля, креп, петрушка. Да, тут смесь. Попробуем. На конфеты тоже скидки. Вот эти вот, че молоков, вкусные. Рошен, конечно. Ромашка. 177 гривен. Кошмар. Когда-то она была в районе 100 гривен. Красный мак тоже дорог. Снова там что-то берет. Печенька. Тоже скидки. Ну, мы такое не берем. Это я так для вас показываю. Крекер. В общем. А вот 50. Ну, это пока без скидок. Я такое не люблю. Итак, наша любимая распаковка. Что мы купили? Значит, купили мы в этом, в Авроре. Я купила моющие для посуды 49 гривен. И купили куркуму. Это Славик без куркумы жить не может. Так. Это по специям. Дальше. В АТБ мы купили. В АТБ. Ой, нет. Не ВАТБ. Сильфо. Сильфо. Купила я. Две игрушки на пробу. Две игрушки 27-15. И что я еще купила? А, и кусочек. Кусочек купила себе Наполеончика. Он был последний. Сегодня, говорит, все разобрали. Нет. Платок огромный, а кусочек маленький. Маленький. 37 гривен. Это мы купили в Сильфо. Хотели в Сильфо купить филе. Но я говорила, что там что-то с ценой у них не получается. Компьютер не выдает цену. Зашли. Так. Лекарства мы себе купили со Славочкой. А, еще мы в Авроре купили. Славику нужен был срочно маркер. Срочно. Мы его купили. 5 гривен. Выбирали самый дешевый. Так. Что еще? Что еще? А, зашли мы в этот. Зори Днепра. Мы там всегда покупаем такой вот творожок. Сырковая масса с изюмом. И вот такой кусочек грудинки. Так. Потом мы пошли в АТБ. Ну, в АТБ, я вам уже показывала, купили вот такую специю. Зелена, цебуля, гриб, петрушка. Попробуем вот эту вот специю. Так. Смотрите, что я купила еще. Вот такой разнос. Славик ругался. Зачем он тебе нужен? Но иногда что-то сложить. Те же фрукты там. Или арбуз. Или что-то сложить. Ну, даже шашлык положить тоже. Ну, вот такой вот разносик купили. Так. Снова купил. Он любит дюшес и барбарис. Вообще-то он любит больше дюшес. Но дюшеса не было отдельно. Было вот такой вот микс. Дюшес-барбарис купил себе. И купил, были, акция была на ташино-молочко, конфетки. Купил немножко конфет с ташино-молочко. Так. Две бутылочки воды мы себе купили. Славик пьет Миргородскую, я Моршинскую. Так. Ага. Вот еще Слава себе сушечки. Он обожает сушки. Я не знаю, что-то я не могу. К ним равнодушно. Ну, любит. Так. Что? Вот. Что за пакет у меня ведется? Что мы тут еще купили? А. Мы здесь не купили, не купили из-за цены сельпо филе. Зато зашли мы в АТБ. А там еще меньше цена. Ну, такая вот грудка. Ну, шкурочка снимется. И там было 139, а здесь 110. Так что купили на грудку. Мы уже не пошли вот с сельпо. Слава себе купил вот такие два мороженых. А я себе взяла вот такие. Я такие люблю. Вот такие вот. Так. Это Славочка взял себе такую заморозку на супчик. Дышки. Что еще у нас здесь? А. И я взяла тоже сегодня была акция. Тесто. Вот. Можно будет и пирожки сделать. И, в общем, все что угодно. Тесто. Хорошее тесто. И оно сегодня было по вкусу. Ну, все. Сейчас, чтобы вы не смеялись, я вытащила все чики, которые были у Славика в рюкзаке. Это и сегодняшние, и сегодняшние, и сегодняшние. Вот. И с Авроры тут, в общем, короче, сейчас я вам покажу. Гляньте, какая пачка щеков собралась. Вот. Целый веет. Надо их все выбросить. Вот такая у нас сегодня покупка. Прогулка, как вы понимаете, не получается, потому что то моросит, то не моросит. Как-то ветер. Славик одел эти спортивные штаны и говорит, боже, мне так жарко. Я зимой в них ходила. Тут, ну, как бы смотрим все в куртках, в куртках. Ну, думаем, наверное, надо теплее одеваться. Ну, в общем, жарко. Походили, походили и жарко. Ну, на сквознячке, конечно, не очень приятно. Такой пронизывающий ветер. А в магазин заходишь, дышать нечем. Ну, на этом я сегодняшнее видео заканчиваю. Такое оно у нас домашнее, спокойное. В общем, подписывайтесь на мой канал. Кто еще не подписался, пишите комментарии. И до новых встреч, мои дорогие!